Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков. Я продолжаю переводить новости из официального чата Диего. И вот некоторые говорят, да пора уже про квестру забыть, хватит записывать видео, все с ней ясно, всем уже понятно, что скам. Ну вот, если почитать чат Диего, вот например, человек Федерико Данзелли, по всей видимости итальянец, пишет, что вчера Лидия, моя любимая жена, стала новым гордым членом квестра, как и я, и наш сын Диего, ой, наш сын Гвида. Мы все верим в вас, как в нового генерального директора Диего. То есть это сообщение, причем от 7 июля, то есть значит, жена зарегистрировалась в квестру 6 июля, за день до этого. Так что подписывают и родственников, и новых людей, несмотря на то, что вывода там год уже нет, подписывают, все нормально, а вы говорите, пора забыть. Для них все еще только начинается, и вон Диего Мартин пишет, поздравляю, и да, я позабочусь о вашем бизнесе, the do it in August, то есть я позабочусь о вашем бизнесе в августе, но мне понравилось, в принципе, его сообщение, где-то тоже его спрашивали насчет подписания новых людей, и вот он пишет здесь, что не подписывайте людей, пока компания не начнет работу. Вот. То есть, ну, на мой взгляд, это разумный подход, то есть пока компания не выполняет свои обязательства, где год уже вывода нет, о каких подписаниях речь может идти. Даже, даже Диего об этом говорит. Ну, народ разве слушает? Так, вот его спрашивают, выводы начнутся в июле? И Диего отвечает, если мы сможем, то есть начать выплаты и только для тех людей, которые поедут в Дубай. Мы увидим, ну, мы посмотрим. Мы посмотрим. Так, а это что? Ну, это, по сути, то же самое его спросили. Так. Дальше он пишет, что мы не закончили реорганизацию. Я еще не в компании, то есть он еще не является официальным сотрудником. И, собственно, все, ну, все является еще секретом, пока они не скажут окей. То есть пока они не дадут добро. Так, вот Диего пишет. Верь мне, просто жди. Да, надейся и жди, как в старой песне. Так, тут что-то. Тут, короче, какие-то сообщения. Так, это все сообщения от 20 июня. Это все старое. Так, это народ присоединяется. Так, народ присоединяется. Кстати, число людей в группе уже 12 788 уже к 800. Так, это у нас вот сообщение за сегодня 10 июля. Вот Диего пишет там. Замечательная семья. Как, ну, как моя семья поживает? И ему, значит, и, ну, он говорит, что мы все ждем. Это понятно. И вот Галина пишет, что мы, мы надеемся услышать вскоре хорошие новости от компании. А Диего отвечает, я тоже надеюсь. At least until Thompson. Ну, по крайней мере, какие-то новости. Вот Канад спрашивает, а почему, а почему нужно платить, когда есть возможность убежать? Вот такой вот каверзный вопрос Канад задает. А зачем платить, если есть возможность типа скрыться, убежать? А Диего отвечает, убежать от чего? Так, you don't lose. То есть, ты, в принципе, ничего не потеряешь, если подождешь еще? Я же, я же не прошу с тебя денег. Да, хорошая фраза. Надежда бесплатна. Да. Компания Квестра и Агам раздает, и Диего, кстати, тоже раздает людям надежду просто в огромных количествах и совершенно бесплатно. Так. Так. Его спрашивают про новости. Вот он здесь пишет, что I have, but I can't tell you. То есть, типа, у меня новости есть, но я пока могу не рассказывать. Но новости хорошие. И я стараюсь каждый день быть, ну, быть, не знаю, что он имеет в виду, быть like this, то есть, в таком же настроении или ждать. Я еще не знаю, я как и вы жду. They will make the office some pellet work and I finish all. Pellet, непонятно, наверное, имеется в виду paperwork. То есть, они подготовят офис и проведут какую-то бумажную работу. Ну, короче, оформление каких-то документов. Так. I only want what is just for all of you. I only want what is just for all of you. А. То есть, я хочу добиться, ну, типа, справедливости для вас. Все, чего я хочу, это добиться справедливости для всех вас. Вот как красиво звучит эта фраза. Так. Здесь кто-то выложил опять Антонина Рабала с его сертификатом на знание китайского. И Диего пишет, что замечательный человек, в 72 года, и языки учит. Так. 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 Вот Майкл спрашивает, а запуск компании состоится в начале августа или в конце? И Диего отвечает, да, в августе. И мы приложим все усилия для этого. Но он не говорит, какая, ну, не говорит в начале августа или в конце это будет. Я уже сказал несколько раз, пожалуйста, ждите. Мы проводим, короче, мы меняем систему. Изменения в системе происходят. Поэтому, пожалуйста, ребята, август, ну, типа, август уже близко, август уже на носу. Типа, куда вы все спешите? Вот. Reinvest. Reinvest is your own money. То есть, если там свободные деньги есть, делайте, ну, реинвестиции. The problem comes when you have another account, all will be fixed, don't worry. А. Его тут спрашивают с этими, с пакетами, которые там у некоторых в кабинетах стали исчезать. Вот. А Диего отвечает, что проблема возникает, когда человек имеет другой аккаунт еще. То есть, видимо, дополнительные какие-то аккаунты, я не знаю. И вот он здесь пишет, это мы исправим, не переживайте. И вот Евгений Величко спрашивает. Я извиняюсь, но есть ли какие-нибудь гарантии, что вывод средств состоится в августе 2018 года? Или произойдет перенос даты на неопределенное время? То есть, ну, логичный вопрос, потому что целый год, собственно, компания этим и занимается, что постоянно переносит даты. И, собственно, посмотрим, что тут Диего отвечает. Значит, на настоящий момент все происходит как бы отлично. Everything is running perfect. То есть, все вообще отлично. И в августе все должно работать. То есть, по-английски, in August will be the day. То есть, Диего уверен, что все в августе состоится. И я рад сообщить вам эти новости, что много работы еще предстоит. And for me was start from zero to contact all. Не очень понятно. И для меня был старт с нуля, связаться со всеми. То есть, типа, начать с нуля и связаться со всеми. Ну, может быть, он имеет в виду, что вот он вернулся в компанию, начал ее делами заниматься. И как бы с нуля, что не было чата, не было информации. И вот он тут как бы всех объединил вокруг себя. Может быть. Так. Вот Майкл еще раз его спрашивает. Все-таки в начале августа или в конце? А Диего отвечает. Зависит от оформления документов. Paperwork. Регистрация компаний и тому подобное. И вот он здесь пишет. Интересно, что возможно выплаты в июле. But I see is impossible. Но я думаю, что это нереально. But who know? Но кто знает. То есть, все-таки он считает, что выплаты в июле будут вряд ли. Ну, может быть. Не исключают. Так. Вот его спрашивают. А вы нас в Азии... Вы про нас в Азии тут не забудете? А Диего отвечает. А я не закрываю никакую дверь. И... Ну, да. Но я не говорю, когда. All process will explain for Egan soon. All process will explain for Egan soon. Типа, все процессы мы объясним для Агама вскоре. Ну, короче, относительно Агама мы вскоре все будем объяснять. Ну, хорошо. Хорошо. В августе все будет замечательно. Ну, вот видите, он постоянно повторяет, что в августе все классно будет. Леонора это маркетинговая компания. И вот ему пишут, что Агам будет вернется и будет еще сильнее. И Диего пишет, да, и будет готов, ну, по-английски kick some asses, то есть по-английски это надрать кое-кому пятую точку. Да, и тут народу очень понравился, что Агам всем надерет пятую точку. Так, as I told always for me there is only two companies. Ага. Как я уже говорил, для меня существует только две компании, Агам и Квестра. Моя идея состоит в том, чтобы все объединить обратно, как это было раньше. Так. Здесь он пишет Indeed. Непонятно, к чему это относится. Indeed. Наверное, он просто подтверждает тут чьи-то слова. Ладно. Так. Здесь он пишет, что, типа, было приятно с вами пообщаться. Я там рад быть частью семьи. Опять семья. Так. Так, а вот что-то его спрашивают про пятнадцатое число. Так. Ага. Вот здесь его спрашивают. You said. Вы сказали, что будет задержка в пятнадцать дней. То есть, пятнадцатого августа мы можем выводить деньги. И Диего подтвердил. Действительно. Но, правда, я не уверен, что он именно к этой фразе относится. Ну, наверное, да. Потому что написано сразу. Вот в тринадцать ноль четыре его спросили. В тринадцать ноль четыре он ответил. То есть, речь идет про какую-то задержку в пятнадцать дней. Угу. Уже задержка. Так. Thanks, people. Ага. Короче. И вот его переспрашивают. Это подтвержденная дата Диего? Диего говорит. Да. И я пропущу свой день рождения на работе. И его спрашивают. А когда у тебя день рождения? В августе пятнадцатого. Так. И Диего пишет, что на... Написано на фейсбуке, но это не мой день рождения. То есть, типа... Типа он неправильную дату, что ли, указал. Так, Вихов... Вот его спрашивают. А кто-то может сказать, по каким критериям или по какому уровню директора будут приглашаться в Дубай? И Диего Мартин пишет, что у нас есть собственные критерии, но пока я вам не могу их сказать. Вон оно как. Так. Ну, его тут спрашивают про август. Он пишет, в августе начнем работать. Так. Так. Его спрашивают, почему... Ага. А почему... Почему день рождения указан неправильно? Какая причина? А он пишет, что я не... Я не праздную дни рождения. Normally I don't work. Обычно я не работаю. Не очень понятно. Так. Вот он пишет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Смотрим. Так. Привет, друзья. Вот тут какой-то, по-моему, это молодой человек. Да. Какой-то молодой человек или мужчина. Так. So I'm willing to pay to the bank. It's the most curious option to be to close with comfort my love. To close with comfort my love. А Диего Мартин пишет, ты называешь меня моя любовь или любимая. Народ ржет. Да-да-да. Товарищ говорит, что я не говорю по-английски. Я перевожу по-словарю. Я, а, значит, понятно. И в конце, в конце сообщения я просто хочу выразить мои лучшие пожелания. Ну, понятно, он не то, что он, Диего, называет моя любовь, а типа там всего наилучшего и так далее. Вон. А Диего пишет, да ладно, что ты извиняешься, я знаю, что ты меня любишь. Вон. Тут уже народ начал признаваться в любви. Вон какая-то Раечка пишет, Диего, я тебя люблю. Все. Пошло. Эльмира. Вот сердечки пошли. Так, вот его спрашивают. Диего, а с помощью какой карты можно будет выводить средства? И мы надеемся, что к тому моменту, когда будет срок вывода, у нас будет карта для вывода. Не очень понятно. will treat to put a good part of money. То есть мы будем, мы сделаем to put a good part of money. Значительную часть денег. Путь. Путь куда? То есть мы положим значительную часть денег. Непонятно, куда он ее положит. Так, ладно, едем дальше. Так, тут Раечка призналась ему в любви. А он говорит, я хотел написать твое имя, но оно на русском. Ну, в общем, я тебя тоже люблю. Так. Ладно, тут все. Шутки шутками, шутки шутками. Так, читаем дальше. Ага, вот его спрашивают. Диего, а если, а если деньги будут потеряны, то мы придем к тебе за едой. О, а как. А Диего отвечает, никто не потеряет денег. Я для этого пришел. Я сражаюсь за ваши права. Вот он. Он у нас как Че Гевара. Так, and I will do it always. Я всегда буду это делать. Так. Вот его спрашивают про даты снова. Он пишет no date. Хотя, получается, он сам как бы уже идет разговор, что там будет задержка на 15 дней. Так. Так, и вот он спрашивает про бонусы. Нужно заключать договор ради этих денег. И Диего отвечает да. И скорее всего ты получишь обучение от меня. Так. Короче, подписать контракт. Его тут спрашивают про лимиты. Какие будут лимиты. До 50%. Свыше 50%. Диего пишет не знает. Так. This will share. Агамсун. Thank you. Так. We want. Короче, мы хотим только две компании. Ничего лишнего. Так. Смотрим дальше. Вот Елена спрашивает Диего. Важный вопрос. Новые директора никогда не проходили обучение. Организует ли компания тренинг для тех, кто получил статус директора до прохождения теста? И Диего отвечает да. Компания организует. Диего пишет вопросы будут легкие. Например. Ну, это имеется ввиду, видимо, для вопроса по тесту. Например. Кто такой Диего? Или сколько стоит белый портфель? И пишет, что только те люди, которые не работают вообще, они только такие не смогут пройти тест. Ну, то есть, типа. Типа те, кто хоть немного в компании что-то знает. Так. Да, Диего пишет, что не пройдут тест только те люди, которые даже не знают, как пользоваться своим аккаунтом. Ара-бой. You call Елена? Ара-бой. Не очень понял. Ара-бой. С чего он взял, что Елена это мальчик? Так. То есть, тебя зовут Елена, но ты мальчик. С чего он взял на аватарке женщина. Так. Official Diego Martin is to prove loyalty. То есть, типа, надо доказать свою лояльность. Да уж, какая компания лояльная к народу вообще. Так. Nothing to afraid. Типа, бояться нечего. А, ну, он имеет в виду протест. Типа, бояться нечего, тест не страшный. Так. Это что? No official yet could be sooner. А, его спрашивают. Вот, про 15 августа. Это уже официальная дата? Нет, еще не официальная. Это может быть и раньше. И Елена спрашивает. А тест будет на русском проходить? А Диего отвечает. Да. О. Интересно. Диего там русский понимает? Или у него там переводчик будет? Так. Вот, Елена также ему. Я тебя люблю. Спасибо, Елена. Пуси-пуси. Так. Official Diego Martin will know another. Да. Спасибо, Диего, за твою хорошую работу. Увидимся в Дубае. И, короче, он узнает. А, его спросили еще про эти пакеты, которые закончились в портфеле. И Диего отвечает. Узнаем все в августе. Увидимся. Спасибо. Так. Вот ему пишут. Диего. Есть люди, которые продают свои, короче, внутрянку за 75%. Невероятно. А он что-то отвечает, нет, мы, мы, а, ну мы будем работать. В огороде Бузина в Киеве дядька. Так, тут непонятно, кому он это сказал. Спроси еще раз, и мы тебя забаним. Так, we will merge the structures, so you will have it again. Да, онлайн is fine. А, ну тут о вас спрашивают, когда произошло разделение компаний, и некоторые лидеры потеряли часть своей структуры, потому что у них часть структуры оказалась, например, там, фывами, да, то есть лидер сам вагами, а структура фывами, и наоборот. И Диего пишет, что мы объединим структуру обратно, так что у тебя все будет, ну, все вернется обратно. В общем, вот так. Короче, Диего, Диего обещает все вернуть. Так. Его спрашивают, вы подтверждаете пятнадцатое число? И он говорит, что я, ну, я так не думаю, я бы хотел, но это нелегко. Я даю приблизительную, ну, как бы, я даю приблизительную дату, но это не, типа, не окончательная дата. Так. Говорит, мистер Диего, а когда будут официальные новости? Когда ты будешь, когда ты сядешь нормально. Не очень, правда, понятно, что он называет. Сесть? Сесть на стуле или сесть в места не столь отдаленные? Так, а вот, ему отвечают, а я, вообще-то, сижу нормально. Так. Ну, короче, Диего отвечает, что я ответил на вопрос уже миллион раз. Все произойдет после реорганизации. Все произойдет после реорганизации. Так. Вот, его спрашивают, а на каком этапе находится реорганизация? То есть, какой процент работы уже совершен? А Диего отвечает, а Диего отвечает, что не могу, не могу разглашать информацию. Извини. Ну, тут опять объяснение в любви. Все тут любят. Thanks for what? It's only... И вот, Торбин пишет, а за что благодарим? Это всего лишь может быть. То есть, может быть, Диего, ну, старается сделать как лучше, но это не официальная информация. Ага. А Диего спрашивает, а какая официальная информация? Тоже верно, потому что никакой официальной информации от самой компании, в принципе, нет. Все давным-давно забили. Так. И Диего пишет, что я посредник между компанией и вами. Типа канал связи. То есть, вот. Канал связи. И тут, как, короче, товарищ пишет, что у меня есть предложение. Do not pay bonuses until the company. Не выплачивать директорам бонусы. О, видите какие. Предложения уже от дистрибьюторов поступают. Не платить директорам бонусы, пока компания не начнет нормально платить инвесторам. И еженедельные начисления. Потому что бонусы очень большие. Бонусы надо уменьшить. Вот. Глаз народа. А Диего отвечает. У нас есть план, не переживай. То есть, типа, уйдь, нормально. Уйдь, нормально. Уйдь, нормально. Вон тут какой-то Гарри возмутился. Бонусы уменьшить? Да ты в своем уме. Ха-ха. Вот так вот. И вот Диего пишет. Я думаю, может быть большой бонус. Какой там большой? Полмиллиона евро который. Но другие бонусы нет. Тут какой-то Яд Хаус. Не знаю, что это за Яд Хаус. Какой-то дом. Яд Хаус could be. То есть, я... Дом может быть. Я буду изучать. Но другие не думаю. То есть, какие-то бонусы, возможно, он уберет. Но остальные оставит. Так. Его спрашивают, а где он... Его спрашивают, где он находится в Мадриде. И когда вы планируете поехать в Дубай? Когда... Когда работа будет завершена? Все будет нормально, ребята. Расслабьтесь. В общем, Диего всех успокоил. Так. Майк Кэщен. Вот его спрашивают, что... Когда все начнет работать в августе нормально? Мистер Диего. Вы начнете общаться с нами... Вы начнете общаться с нами через... А, ну, продолжите. Будете ли продолжать общаться с нами вот в Телеграме? Потому что вы будете очень заняты. Так. И вот он пишет, что да, я буду в чате тоже. И иногда лицом к лицу будем встречаться. Так. Так. Тут он опять здоровается. Здоровается, здоровается. Так. Тут они что-то обсуждают. Тут какое-то удаленное сообщение. Скам. Возможно, это про тех товарищей, которые обзванивают инвесторов и предлагают им деньги вывести. И вот его спрашивают. Мистер Диего Мартин. Можно ли будет получать выплаты в криптовалюте? И он пишет, я думаю, да. И может быть... И может быть, I bring another product more. И может быть, мы добавим еще один продукт какой-то. Посмотрим. А, и я еще не заключил контракт. Я еще не заключил контракт. И вот он здесь пишет, что это три рабочих дня. Что имеется в виду три рабочих дня? То ли контракт у него через три рабочих дня будет подписываться или что-то. Тут он что-то ответил. Ноу. Не очень понятно, про что он имеет в виду. Ноу. Ну, мы, короче, анализируем бонусы. И все. У нас встреча. Тут у вас спрашивают. Обучение будет на разных языках? Или нужно учить английский? Я из Германии и думаю, что другим людям также будет интересно. А, вот, его спросили. А что такое три рабочих дня? Это про что? И Диего отвечает, это время. То есть, время начисления денег после прохождения теста. То есть, типа, директор проходит тест и в течение трех рабочих дней будет получать свои бонусы. Так. Вот у вас спрашивают. Директора, которые поедут в Дубай, могут ли уже получить бонусы в этом месяце? Так. Так. Пока не вижу ответа. Так. Вот спрашивают. Участники FiveWings и их аккаунты будут переведены, переведены обратно в Агам до августа. И мы станем частью Агамо, как раньше. То есть, все страны. Так. Диего отвечает. Я не знаю, если мы собираемся это сделать. Потому что я хочу участвовать. В чем он там хочет участвовать? Наверное, вот в процессе переноса баз данных. Наверное, вот так. То есть, когда будут сливаться компании, например. То есть, Диего хочет, чтобы это проходило под его контролем. Потому что речь идет о слиянии структур. А он, как мы понимаем, собственно, руководит маркетингом. Так, вот его спрашивают. Директора, которые поедут в Дубай, получат уже платежи в июле. А Диего отвечает. Не в июле. Читай, пожалуйста. Короче, я ухожу. Потому что вы, ребята, не читаете мои сообщения. Я пойду перекушу чего-нибудь. Так. Ну, тут, короче, идет переписка. Great the chat. All of these people say million times. Короче, есть большой чат. Ну, типа, я снова и снова тысячу раз повторяю. Одно и то же. Народ не читает. Так. Тут какой-то товарищ спросил про квестру холдинг. А Диего ему отвечает. Квестра холдинг уже не существует. И его тут как не существует. Ну, это старая компания. То есть, новая компания квестра ворлд. Так. Короче, тут кто-то что-то написал и ее забанили. И здесь он пишет. Я постараюсь объяснить, что происходит сейчас. И почему нам нужно время, чтобы совершить то, что мы планируем. В прошлом Хосе Мануэль, ну, занимался поездками. То есть, он путешествовал по разным странам там и выступал на мероприятиях. А я был в офисе. Вот. Видите, какие интересные нюансы тут вырисовываются. Значит, Гелоберт участвовал в конференциях. Ездил по разным странам. А в это время Диего Мартин, он в офисе руководил. А сейчас я один. Now I'm alone. Значит, и нам нужно, короче, несколько, ну, моментов. Нам нужно обсудить или разобраться с несколькими моментами, которые зависят от меня. That depends on me. Так. And for that moment we need one strategy and we must fix little problems. Короче, на данный момент нам нужна одна стратегия и надо решить несколько мелких проблем. Что-то. Что-то он пишет. Да, всегда. Что всегда. You can do. Диего, ты можешь сделать, ну, все что угодно. Да, всегда. Я могу. Окей. Так. Ну, ему тут, типа, спросили, может быть, что этот, типа, вы с нами общаетесь временно, этот, ну, тратите. А он пишет, что, типа, ну, все нормально. У меня всегда есть чем заняться, но в данный момент ничего особенно важного нет. Так. Это все понятно. Короче, тут идет повторение чата. Зачем-то это все скопировали в один большой чат. Тяжело это читать, потому что все, все в одном тексте. Целую простыню сделали. Целую простыню. Так. Так, это что у нас пошло? Это еще 10-е. А, это вечер. Это вечер 10-го июля. То есть сегодня. Это несколько часов назад. Так. Чат. Чат, чат. Тут спрашивает. Там. Спасибо, Алекс. Как жена? Тут узнает про жену. Да, очень здорово, что он помнит про чью-то жену. Про жену Алекса. Так. Так. И что-то замолчал. Что-то замолчал. Вот уже вечер. Ну, собственно, и все. Вот, ребята, это те новости, те сообщения на сегодняшний день от Диего. Как видите, получилось очень длинно. Сообщений много. Но главная идея, что в августе все начнет работать. До августа осталось каких-то несчастных 20 дней. Так что следите за новостями. Подписывайтесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.